Нештатная ситуация на центральной фекальной насосной станции произошла в четверг около 18 часов. На экстренное совещание уже поздним вечером собираются в Доме Советов. На видеосвязи администрация Новотройска. В пятницу ранним утром губернатор выезжает на место. Весь день он работает в Новотройске. Главная задача специалистов – откачать воду на станции, заменить задвижку и подключить новый электродвигатель. Сделать всю работу как можно раньше. Такую задачу ставит глава региона. Из Орска и Новоорска идет подмога спецтехники. Пока специалисты задействованы на аварийно-восстановительных работах, горожане скупают бутилированную воду. Из соседних городов перенаправляют машины с живительной влагой. Три часа ночи, сказали, привезли и разобрались. Сейчас уже прям на въезде две машины едут разгружаться. Они уже там готовы, грузчики стоят на улице. Населению организован подвоз воды. Десять единиц разводят ее накануне, а с шести утра в работе уже 15, сообщают в пресс-службе правительства области. Эти машины прибыли в Новотройск, также из соседних городов. Губернатор на заседании КЧС в администрации города поручает усилить работу с населением. И организовать четкий график развоза воды. Также интересуются, как обстоят дела в медучреждениях города. В больнице по медицинской помощи имеется резервуар на 15 тонн. В настоящий момент мы его используем на один больничный городок. В нашем распоряжении еще есть где-то тонн 10 бутылированной воды. Нам как спонсорскую помощь помогает. Ну то есть у вас по сути непрерывность в больнице обеспечена? Да, обеспечена. Проблем нет. Предварительные прогнозы коммунальщиков оправдались. Специалисты накануне говорили, чтобы устранить аварию и заменить старый двигатель на новый, потребуется не меньше суток. Наталья Мороз, Маргарита Бакирова. Новости дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...